Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами упражнение 7326 в Packet Tracer. Для этого нам нужен сам Packet Tracer, 10 минут свободного времени и хорошее настроение, чтобы точно все получилось. Так что мы переходим на наш учебник и скачиваем инструкцию. Нажал по ссылке, а потом нажал кнопочку скачать и сохранил нужную вам папку, а также ПК файлик. Мы на нем нажимаем по нему, скачиваем и открываем. Он открывается буквально несколько секунд, нужно просто подождать. А тем временем я покажу вам сам ПК файлик. Здесь вам нужно будет заполнить пустые места. Я покажу вам где это смотреть и вам нужно будет просто записать это в таблицу, а потом сохранить и отправить вместе с ПК файл. А мы начинаем. Вот у нас открылся ПК. Здесь вам нужно написать ваше имя. Карина. Дальше написать email. К примеру, такой. И номер группы. И нажать кнопку ОК. И подтвердить. Ждем пока она перезапустится. И вот у нас есть задание и инструкция. Открываем инструкцию. Делаем ее больше. Нажимаем кнопочку ТОП и листаем вниз, чтобы посмотреть на задание. Сегодня нам нужно будет проверить наше устройство, найти в них ошибки и их исправить. Начнем. Открываем PC1. Desktop. Командную строку и вводим команду ipconfig. Слэш. Ол. Нажимаем Enter. И видим, что у нас есть информация по IP-адресу и маске под сети. И также шлюзу по умолчанию. Их нужно будет записать в нашу табличку. Тоже самое нам нужно будет проделать с PC 2, 3 и 4. Я думаю, вы сами сможете это сделать, так как это очень просто. А мы просто будем двигаться дальше. Далее нам нужно проверить соединение с помощью команды trace rt. Вот. И здесь нам нужно ввести IP-адрес компьютера PC2. Вы его запишите в таблице, а я его и так знаю, так что я просто запишу. 10.10.1.18. Нажимаем Enter. Если вы правильно ввели команду, у нас начнется трассировка и нам нужно подождать, пока у нас появится хотя бы одна ошибка. И потом мы узнаем, на каком из устройств что-то неправильно настроено и попытаемся исправить. Вот у нас уже ошибка. Трассировка будет идти долго. Примерно на 20 запросов или даже больше. Но нам это не нужно, так как ошибку мы уже нашли. Так что нажимаем Ctrl C и мы выходим из трассировки. И теперь, судя по этому, можем примерно узнать, что ошибка где-то в этих трех устройствах. Так что мы открываем первое. Командная строка. Нажимаем Enter. И здесь нам нужно ввести команду show ip interface brief. Нажимаем Enter. И здесь нам нужно сверить наши данные в таблице с данными здесь. Например, здесь 10.10.1.97, как и здесь. И 10.10.1.6. Точно так же, как и здесь. Значит, здесь все правильно. Мы можем свернуть. Открываем R2. Командная строка. И так дальше. Также вводим команду show ip interface brief. Interface brief. Нужно еще уметь правильно писать. Иногда с этим бывает проблема. Так что да. Посмотрим. Serial 001 10 10 1 9. 10 10 1 9. А Serial 001 10 10 1 2. Но мы можем увидеть, что это неправильно, так как у нас здесь циферка 5. Значит, это нужно перенастроить. Мы в этом же коммутаторе пишем команду enable. Потом переходим в режим конфигурации с помощью команды config terminal. Вот. И теперь здесь нам нужно ввести команду interface. интерфейс. Потом посмотреть. У нас было неправильно s 0 0 0. Мы его как раз и вводим. s 0 slash 0 slash 0. Enter. Мы перешли в режим настроек интерфейса. И здесь нам нужно ввести команду ip address и ввести нужный нам ip. А также маску под сети. И обязательно активировать интерфейс. есть. Есть. Закрываем. И далее. Что нам нужно еще сделать? У нас уже одна ошибка исправлена. Нужно исправить вторую. ошибку. Для этого мы открываем нашу инструкцию и смотрим где шаг 2. Вот шаг 2. Здесь вам нужно будет выполнить необходимые действия, которые здесь прописаны, чтобы найти вторую ошибку. Я эту ошибку уже знаю, поэтому я просто ее исправлю. А вы, чтобы узнать откуда она и что с ней делать, нужно это все проделать. Думаю, у вас это получится и вы это сможете. А я открываю pc 4. Вот он. И здесь мне нужно исправить ip конфигурацию. У нас здесь неправильный шлюз для ip v6. у нас он fi 80 2.2. А нам нужна циферка 3 в конце. Мы меняем, закрываем и выходим. И вы можете увидеть, что наше задание выполнено на все 100%. Вы обязательно проделайте все этапы, которые прописаны в задании, чтобы хорошо разобраться, что и как. А я говорю вам на этом пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok